Сергей, вот знаете, мы с самого начала войны говорим, строеобразные сценарии того, что будет с путинским режимом. Мы помним, знаете, в первые месяцы о том, что вот сценарий табакерки для Путина, он почти неизбежный и так далее. И, увы, оказались во многом наивны и неправы. Но вот есть одно такое предсказание, вспоминая наши ранние разговоры в марте 22-го, о том, что Россия будет превращаться в такую зону, в бандитскую зону, учитывая абсолютно понятную логику вещей, когда демобилизированные солдаты возвращаются. Они, разумеется, имеют целый букет психических расстройств, ПТСД и так далее, ПТСР и так далее. И вот, да, так оно и получается. Уже сейчас эти, скажем так, ягодки поспевают. Вот медиазона сообщает, что в 23-м году в России за убийство были осуждены 116 российских военных. Ну, может быть, это не так звучит ошеломительно, но это на 900% больше, чем в прошлом году. В 22-м таких осуждений было 13, в 21-м 11. Ну, и еще хочу напомнить, что 8 апреля Нью-Йорк Таймс, ссылка на руководительственную организацию «Россия за решеткой» Ольгу Романову сообщила, что в Россию из зоны боевых действий вернулись 15 тысяч помилованных заключенных. Российские медиа Верска сообщила, что против бывших осужденных возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушения на убийство в 23-м году. Как вы думаете, власти как-то будут на это реагировать? Это как-то вообще мешает, портит жизнь Путину? Вот такая ситуация. Есть ли смысл, есть ли возможность бороться или просто оставить всех этих солдат и не дебомилизировать их? Во-первых, когда вот эти люди из зоны только-только подают свое заявление о том, чтобы отправиться на войну с Украиной, там уже на ранних стадиях происходит селекция. Кому будет позволено вернуться, а кому нет. Ставится метка. Вот этому, так уж и быть, если выживет, то мы его вернем. А вот этот ни в коем случае. И поэтому всякие особо оголтелые урки, они погибают обычно в течение первой недели, потому что их без подготовки сразу бросают под Бахвуд, под Авдеевку. Возвращаются те, кто по уголовно-профессуальным меркам считается, что называется, не очень оголтелыми. То есть контингент, в том числе включающий не только отпетых уголовников, но и там мошенничество, кража, то есть какие-то вот бытовуха такая совершенно нейтральная, которая не показывает, что человек зверь. И возвращаются они, конечно же, зверьми. В России существует проблема, которая из Украины не очень видна и не очень понятна. В России происходит чеченизация. И когда где-нибудь в маленьком регионе нужно решить вопрос, предположим, где-то нужно у кого-то отнять квартиру. Обычно идут к участковому, идут к полицейскому, и говорят, слушай, ну вот давай тут решим вопрос, мне тут нужно соседскую квартиру отнять. Ну, не имея никаких прав. То есть нормальный такой обычный гоп-стоп. Для этого раньше нужно было искать варианты и искали криминалитет. То есть нужно было, участковый звонил своему знакомому бандиту и говорил, Коленька, ну тут есть у нас с тобой заказ, приходи. Это называется отработать тему. Есть тема, приходи. Потом замещение в аккаунтной должности произошло, и на эти подряды стали брать чеченцев. И у каждого милиционера, у каждого полицейского в России есть обязательно оперативный отряд быстрого реагирования из чеченцев, которые приезжают и решают вопрос. Они страшные, они бескомпромиссные, и они очень верные. Уж если ты им поставил задачу, они сделают. Надо тебе убить Немцова, убьют в лучшем виде. Надо тебе отжать у кого-то квартиру, решат вопрос. Собственно, Россия всю жизнь этим занималась. На Руси половцы выполняли точно такую же обязанность, когда нужно было одному дельному князю перерезать дружину другого дельного князя, своему какому-то двоюродному брату отрубить голову, а не всегда брали своих, иногда нанимали половцев. Собственно, половцы на хвосте и притащили заразу под названием монголо-татарское нашествие, потому что степняки со степняками воевали, ушли в Русь городов, и после этого на России на 400 лет случилась большая беда. И вот теперь создается другая альтернативная сила. Если сейчас каждый милиционер, каждый полицейский имеет оперативных друзей из Чечни, из Ингушетии, с Кавказа, которые приезжают и решают вопрос, то теперь это будут уголовники, которые отсидели, имеют боевой опыт и стали зверьми абсолютными. Тем самым, во-первых, это к Путину не имеет никакого отношения, ему в принципе плевать, как там живет народ. Но это в регионах перераспределяет силы, когда теперь уже под улюлюканье толпы грабить, убивать, отжимать, делить будут не какие-то чужие. Хотя эти чужие показали в том числе невероятное качество работы. Свои, более безалаберные, но более понятные, придут на это место. Поэтому их не то что опасаются, их жаждут, в них нуждаются, когда наконец-то вот эти 15 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч придут в регионы. И можно будет там совершенно спокойно в рамках своего удельного княжества решать вопросы. Зарезать того, сжечь этого, отобрать... Мы помним Кущевку. Страшное уголовное преступление с Кущевкой, когда местная банда Цапков сначала терроризировала, а потом устроила кровавую расправу. Это как раз пример национального самосознания, великой российской культуры, сплочения народа вокруг понятных целей и задач. Это свои. Вот если бы это была... А там мы помним, там не все имена были русские, но тем не менее, если бы это была какая-нибудь наемная банда, это вызвало бы у людей полнейшее отторжение. А сейчас, когда часть банды Цапков сходила на СВО и вернулась обратно, в народе это воспринимается как справедливость. Вот люди, посмотрите, тогда они резали плохих. Тем более, что резали, опять-таки, людей с нерусской фамилией. А вот теперь они, так уж и быть, мужественно отсидели, воевали, кровью искупили, вернулись и вот, наконец-то, заживем все вместе. Россия, как криминальная страна урока уголовников и выстроенная по образу и подобию концлагеря и ГУЛАГа, она как раз понимает силу, она уважает силу и она очень будет ценить СВОшников, которые вернулись в страну. И вот, наконец-то, какую роль они сыграют? Они наведут порядок. При этом есть, конечно, официальная статистика, которую мы только что упоминали, связанная с количеством убийств возросших. Особенность России в том, со времен Советского Союза, что никакой статистики, в принципе, нет. В Советском Союзе не бывало убийств. Ну, там подумаешь иногда. Вот если мы на сегодняшний день сейчас откроем статистику Министерства внутренних дел, там нет графы убийства. 105-я статья Уголовного кодекса есть, а убийства нет. Если ты хочешь посмотреть, сколько задавлено на дорогах, какие ДТП, там будет подробно расписано, сколько аварий было по вине водителей в нетрезвом состоянии, сколько было из-за пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, сколько убийств в стране совершается. Такой статистике не существует. Есть тяжкие телесные повреждения, с летальным исходом, не с летальным исходом, умышленные, не умышленные. Статья размыта. Официально в России запрещено каждый год декларировать больше 17 тысяч убийств. И если посмотреть статистику, в России количество убийств не растет. То же самое, как в России количество ДТП не растет. Почему? Ну, потому что с ДТП разобрались. С ДТП есть федеральная целевая программа, в которой показатели, необходимые для достижения, прописаны на десятилетия вперед. Каждый год должно быть снижение, потому что это же милиция, полиция, она же работает, и в результате работы происходит снижение. То есть люди начинают погибать на дорогах только в дозволенных количествах. Каких именно? Смотрим правильный ответ в конце учебника. То же самое происходит с убийствами. В России не бывает больше 17 тысяч убийств в год. Есть еще две графы, которые тоже в эту статистику вполне уместно вспомнить. Это количество пропавших без вести и количество неопознанных трупов. Количество неопознанных трупов в России порядка 100 тысяч в год. Неопознанных трупов 100 тысяч в год. Количество пропавших без вести порядка 100 тысяч в год. Суммируем. Есть основания полагать, что это не одни и те же люди. 200 тысяч, а убийств 17. Поэтому, когда где-то выскакивает судебная практика, и оттуда судебные отчеты, которые говорят о том, что 100 было осуждено, 150, 200, это не имеет никакого отношения к действительности, хотя тоже показательно, потому что тот, кто допустил в официальную статистику эти цифры, конечно же, исходит из того, что все показывать нельзя, но тенденция понятна. Есть рост, воевали, вернулись, совершили преступления и дальше отправились, собственно, на второй контракт. Все, что с этими людьми происходит. Но криминализация России, она была, она теперь, поскольку все-таки Россия, она управляется бандой, а не правительством, и власть ведет себя как оккупационная армия, как и говорил Герцог 150 лет тому назад, нуждается в том, чтобы атмосфера, суть и сущность оставались незыбленными, и это будет кадровый резерв, который наконец-то вернется с войны, обкатанный там, для того, чтобы применить свои навыки на мирном населении здесь. Ну, мы помним такие же тоже ухищрения, когда Сталин выпускал, разумеется, из тюрем не политических, а иногда вот у него были такие, знаете, релиз, выпуск сразу, знаете, большое количество уголовников, настоящих рецидивистов. То есть это уже было неоднократно в российской современной истории опробировано. Вы, Сергей, заявили также вот чеченизации, может быть, даже корректнее было бы сказать, кадровизация сейчас, которая имеет место в России. Тут и Али Алаудинов, который упомянул. Интересно, что вы думаете по поводу этого назначения, о чем это может свидетельствовать, можно ли его рассматривать в качестве преемника Кадырова. Опять-таки, есть уже очередная история со здоровьем Кадырова. Вот, тоже непонятно, что там происходит. Ну и Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен куратором российского университета спецназа имени Владимира Путина, который расположен в Гудермесе. Как сообщил сам Кадыров в своем телеграм-канале, соответствующая просьба к нему обратился якобы ректор вуза Байбетар Вайханов. Он, то есть Адам, написал Рамзан, отец, тесно знаком с деятельностью знаменитого университета. Поэтому я считаю, что отлично справиться с возложенными обязанностями. Ну, налицо подготовка новых кадров, династическая передача власти. Конечно же, она будет династическая, но здесь самое главное, нужно, конечно, очень состарательно разбираться в этом, не хочется. Но понятно, что в рамках одного клана произойдет передача власти, потому что не может другой тейп прийти к власти. Это тейп Кадырова, поэтому только кто-то из своих, из этого тейпа. А уж как он будет называться, сейчас не видно, потому что в последнюю минуту, когда это произойдет, во-первых, будет внезапно, во-вторых, как всегда, все не готовы. В-третьих, нету готового с той репутацией и уверенностью, которого можно посадить в кресло, четко знаю, что ему присягнут и за ним пойдут. Его нужно будет туда очень с большими трудностями инсталировать. Но здесь, конечно, два возможных варианта. Первый – это при жизни Кадырова, второй – это после. И это не одно и то же, потому что после будет сложнее. При жизни можно будет не только посадить, но еще и укрепить, армировать и кадрами выстроить такую ситуацию, когда понятно, что сидит прочно. Не особо дадут, потому что это все-таки личная власть конкретно одного человека, а не всего тейпа. Но преемника назначат из тейпа. А уж кем он будет, сколько ему сейчас лет, Адам это или кто-то еще, конечно же, из сегодняшнего дня не видно, потому что эта история отнюдь не в ближайших дней. То есть Кадырова хватит надолго. Медицины хорошей, качественной, с медикаментами со всего мира, тихонечко привозимыми в Россию и в Чечню, тоже хватит надолго. Поэтому как бы ни рассказывали о том, что у Кадырова, судя по выражению его лица и размеру его лица, какие-то проблемы со здоровьем, это не имеет никакого отношения. Брежнев, мы сами помним этот анекдот нашего детства, о том, что вчера на 99-м году после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание, Леонид Ильич Брежнев приступил к исполнению обязанностей. Брежнев умер, но тело его живет. Не имеет никакого значения, как выглядит эта оболочка, она все равно предписана к этому креслу и будет там функционировать нескончаемо долго. Сергей, я уверен, вы видели информацию о том, как в Германии в результате ножевых ранений были убиты два гражданина Украины, это мужчины 23 и 36 лет, подозреваемый в убийстве уже задержанным оказался гражданин России. Трагедия произошла в баварском городе Мурнау о Штаффлзе и, собственно, сейчас подозревают в этом, я уже сказал гражданин России, мало информации, кто это, но украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что убийца украинских богослужащих в немецком Мурнау это местный зэд-патриот, который открыто поддерживал российскую агрессию и демонстративно носил нашивку с зэд-символикой. Вот интересная информация, интересная в контексте того, что немецкое правительство сейчас каждую, буквально каждую делю открывает новых и новых агентов влияния России, в том числе среди политических партий и расследует лидера того же Альтернатив фюрдотчленд, главы партии Альтернатива для Германии на тему его сотрудничества с Российской Федерацией. Мне кажется, что европейцы уже сильно упустили этот момент, что Россия не только не была ограничена в своих действиях в Европе и по подрыву западной демократии после войны, начала войны, но она и усилила свои действия, и сейчас по всему континенту мы их видим, и что вообще остается делать европейским правительствам в этих условиях? Европа вообще в принципе упустила свою политику в отношении с мигрантами, потому как они все считали, что люди абсолютно одинаковые на планете Земля, и если он приехал из какого-то обездоленного края, то как только он, ступив ногой в цивилизованные пределы, наконец-то, западной культуры, расцветет и свои суконно-посконные таланты трансформирует в европейские ценности. Поэтому, собственно, можно посмотреть, что произошло с Францией, когда туда пришла великая культура Востока, и нету ни одного города Франции, нету ни одного подземного перехода Франции, который не был бы использован в качестве туалета. Поэтому, когда ты даже в самом маленьком городке по Франции идешь, ты видишь, что там следы великих культур абсолютно четко, совершенно стекают прямо вот здесь под ногами. В Германии то же самое произошло, и те люди, которые туда пришли в огромных количествах своими стадами, они остались один на один, они не были оккультурены, цивилизованы, они не превратились абсолютно, причем некоторые из них не ассимилировались настолько, что даже во втором и третьем поколении не стали достоянием культуры этих стран, в которые они поселились. И уж тем более Россия, которая неохотно ассимилируется, показала на примере вот конкретно этого преступника, то, что оказывается можно жить в Германии годами, и тем не менее оставаться неандертальцем абсолютным, потому что взяться за нож, это очень странная ментальная специфика, в здравом уме вообще в принципе не характерна людям. То есть это неестественное состояние хвататься за нож. За вилку иногда да, за ложку, это тоже понятно, за нож нет. И тем более все-таки советские люди, они ножом и вилкой пользуются одновременно не в состоянии, а они обычно ложкой. Ножик, если ему дать, он не очень понимает, какой третьей рукой брать, потому что в одной вилке, в другой ложкой. И тут вдруг, тем более это очень серьезный конкретный шаг убийства. Мы не знаем этой статистики, потому что опять-таки она проходит мимо нашего внимания, но с 2022 года какое количество белорусских дальнобойщиков было зарезано на европейских улицах. Потому что по номерам машины видно, что белорус, и вот уже тру, и с российскими дальнобойщиками, кто знает эту статистику? Ну, белорусы, по крайней мере, об этом писали, и я об этом читал, когда в Италии зарезали двух водителей белорусского транспорта только за то, что они белорусы, больше ни за что. Потому что никаких иных претензий быть не могло к этим людям. Но мы видим, что тенденция такая есть. То есть в озверевших, несмотря на то, что сыты, ели, хорошо жили, и было это в Германии, Италии, Франции, Голландии, все равно остается звериное, и они идут теперь уже на конкретные преступления. Их будет, конечно же, больше. Миграционная политика Европой упущена полностью, тем более, что все-таки в той же самой Франции миграционной политике больше ста лет. Полностью проспали. Англичане, тем более заметно, как они проиграли эту войну межэтническую, межконфессиональную. И то же самое мы видим сейчас на примере Германии. И, к сожалению, для русского Люмпина достаточно самого факта непохожести. Точно по такому же принципу был построен весь российский оголтелый антисемитизм. Просто факта твоего носа уже достаточно для того, чтобы по нему вдарить кирпичом. Не нужны никакие аргументы. О чем разбираться? Ну, если ты евреем родился, ты уже сам в этом виноват. И то же самое сейчас будет происходить во всей Европе. Ты просто украинец. Или там, ты просто белорус. А также и ты просто русский. Этого будет достаточно для того, чтобы, например, тебя зарезали. Потому что это не значит, что только зет-патриоты режут. Ну, например, на Леонида Волкова в Бильнюсе напали. Именно исходя из того, что он был не зет-патриотом, а он как раз был из команды Навального. И это тоже достаточный повод для того, чтобы устроить над ним расправу. Сбежать в Польшу. И тут мы вдруг увидели, что, оказывается, полиция умеет работать, потому что их поймали сразу. И уже из Польши депортировали в Литву для того, чтобы задать несколько вопросов. Но так и выстроена примитивная схема в головах у люмпенов, когда им не нужны аргументы для того, чтобы действовать. Действие страшное. Убивать людей – это надо еще как-то научиться. Взбухты-барахты пойти и зарезать двоих – это очень серьезная трансформация. Это прям совсем нужно было в одну секунду, либо не в одну секунду. Утратить человеческие очертания и суть человека. Потому что убивать – это непросто. Но раз это произошло, и это случилось в сытой Германии достаточно благополучным человеком, значит, это пойдет по нарастающей. Просто мы, как всегда, не все знаем. Сергей, последняя тема. Я хотел вас спросить, вы вообще помните Телеграму как таковым? Есть ли у вас канал свой? Ну, у меня что-то в Телеграме есть. Как и все мессенджеры, они вызывают у меня больше недоумения. Но поскольку есть кто-то, кто живет там, иногда, чтобы достучаться, приходится выходить за калитку и пользоваться теми способами, которыми пользуются эти люди. В здравом уме я бы, конечно, Телеграм бы ни в коем случае не пользовался. У меня там, кажется, есть канал. Я не уверен. Я с вами солидарен по поводу того, что очень сомнительная вообще площадка. И вы знаете, достучаться пытаются так же парадоксально, но факты украинские спецслужбы, через некие чат-боты, украинская сторона собирает данные, которые помогают противовоздействовать военной агрессии, российской федерации против Украины. Об этом сегодня большая статья в НВ, в украинском издании. И вот 28-29 апреля мессенджер Телеграм заблокировал, хотя впоследствии разблокировал ряд чат-ботов украинских спецслужб. Собственно, и вот среди временно заблокированных были чат-бот главного направления разведки Минобороны Украины, службы безопасности Украины, Министерства цифровой трансформации и так далее. И, в общем, интересно, что, собственно, ну там же еще и Легион Свободная Россия. Кстати, глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин говорит следующее. По его словам, украинская власть, в том числе и через привлечение платформы Apple, удалось найти решение по блокированию российской пропаганды в ТГ, в Телеграме. Конечно, это не понравилось ФСБ, и они нагнули дурова заблокировать то, что связано с Украиной. Прежде всего, это связано, разумеется, речь идет о военных действиях и все, что связано с ними. Логично ожидаю, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских служб, а по принципу не стоило критиковать. Очень легко просчитываться. Отметил Юрчишин. Вообще парадоксально, мне кажется, что на третьем году уже войны, мне кажется, нужно призадуматься не только украинским соответствующим спецслужбам, но и вообще пользователям рядовым о целесообразности продолжать вообще пользоваться этой площадкой. Но, мне кажется, вы уже предвосхитили, наверное, мой вопрос. Вы считаете абсурдным, я правильно понимаю, использование Телеграма? Мы с вами еще с детства от бабушек и дедушек помним фразу «это не телефонный разговор». По двум причинам. Потому что самое важное обычно, это все-таки человеку в лицо говорится, а во-вторых, потому что при советской власти все знали, что всех постоянно слушают и пишут. И, конечно же, тем более современные все абсолютно мессенджеры и все каналы, там, начиная от Ватсапа, Телеграма, Фейсбук, они сразу всегда с первой секунды являются частью рабочего пространства ФСБ. Когда только-только при советской власти, на излете советской власти в перестройку появились сотовые телефоны, это был непонятный стандарт, непонятный формат. Еще компьютеризации страны как таковой не было. Курсовая работа в высшей школе КГБ по прослушке сотовых операторов была абсолютной нормой. То есть это так, разминка для детей, первый курс. Как мы будем прослушивать сотовые телефоны? Когда пришел там формат CDMA, у которого тоже был такой рекламный слоган, что нас невозможно прослушать, поэтому мы подходим для бизнеса, это вызывало ухмылку. В уголовных делах в России распечатки с Ватсапа, у которого двойное шифрование, тройное шифрование, являются абсолютной нормой. Они в уголовное дело вшиты, они даже не нуждаются в визировании какого-то. А вот из Ватсапа это секретный, дважды зашифрованный мессенджер, в котором четко совершенно вина извлечена, и поэтому ты отправляешься на 10 лет лагерей, благодаря Ватсапу. С Телеграмом то же самое. И, конечно же, Телеграм, уж если он тебя поработил, уж если ты настолько цифровой, что не можешь жить без этих мессенджеров, то как же не воспользоваться твоей уязвимостью? Как же не лишить тебя остатков мозгов? Хотя ты считаешь, что ты, наоборот, очень даже продвинутый, очень интеллектуальный, потому что, смотрите, и Телеграмом пользуешься. И, конечно же, ты все равно непременно станешь объектом влияния и проиграешь в этой войне, потому что совершенно не в состоянии критически относиться к происходящему вокруг, именно поэтому у тебя Телеграм. И ничего удивительного в этом нет, а ФСБ при всем его недотепистом, неумелом и криворуком исполнении задач, когда там ни Скрипалей толком отравить, ни Навального с первой попытки не убить, тем не менее ФСБ везде. Структура, которая бортом номер один возит из Аргентины наркотики и при этом согласует свои действия с американскими коллегами, уж с чего бы вдруг она не преуспела в прослушивании влияния через Телеграм, через WhatsApp, через TikTok, через Facebook, через Одноклассников. Много всей этой пены есть, и там обязательно есть присутствие, работа и, самое главное, оперативные задачи, которые решаются ФСБ.